добрый день дорогие пекари сегодня я буду делать долгожданную пиццу на закваске меня многие просили об этом рецепте и наконец у меня руки дошли его сделать у меня здесь готовая опара пшеничная стопроцентной влажности смотрите какая она хорошая высоко поднявшаяся я освежила свою закваску вчера потом освежила еще раз и за ночь она стала вот такой пористой я хочу сделать 6 пицц стандартного размера каждая пицца это 250 граммов то есть мне сейчас необходимо приготовить полтора килограмма теста я начну с воды чтобы показать вам что такое активная и готовая к работе закваска она же в данном случае опара и воды мне потребуется 520 граммов это холодная вода из-под крана сливайте воду до холодной либо используйте воду со льдом охлажденную специально льдом я беру мою опару она у меня стопроцентной влажности видите какая она пористая готова к работе вот я налила немного смотрите она плавает на поверхности воды если она у вас вся пористая разрыхленная с большим количеством пузырей она не может не плавать на поверхности я честно говоря не понимаю когда мне пишут что вся разрыхленная но не плавает я беру опару стопроцентной влажности и и мне понадобится 250 граммов добавляю ее в воду здесь достаточно большое количество опары потому что я хочу чтобы у меня тесто выбрать дела быстро за короткий промежуток времени поэтому процента пары я повысила и добавляю муку высшего сорта это обычная хлебопекарная белая нежная муки понадобится 700 30 граммов убираем весы и начинаем замес тесто на пиццу должно быть мягким но не очень влажным это менее влажное тесто чем например на чебату влажность его где-то от 70 до 75 процентов то есть она мягкая податливая достаточно текучая но не жидкая поэтому смотрите по влагоемкости вашей муки оно должно быть достаточно такое податливая мягкая сейчас я смешиваю все ингредиенты и оставлю на короткий аутолис чтобы мука впитала воду с этой мукой работаю часто поэтому я вот достаточно смело налила довольно много воды все я смешиваю все ингредиенты и сейчас оставлю тесто примерно минут на 30 постоять и потом буду добавлять соли буду замешивать это тесто мое тесто постояла 30 минут и сейчас я добавлю соль и оливковое масло соли около 8 граммов нам потребуется 8 10 если вы любите посоленее можете 10 положить можно 8 и еще в пиццу желательно добавить оливковое масло я не буду отмерять я вот прям на глаз налью пару столовых ложек она добавит текстуры теста мягкости ну и естественно привкус оливкового масла нам тоже в этом тесте не помешает и дальше я начинаю замес при помощи шпателя это очень удобно не буду выкладывать на стол прямо шпателем в миске вы видите как за время аутолиза у нас развилась клейковина тесто мягкое эластичное именно такой текстуры я и хотела добиться сейчас мы его по кругу замесим берем с краю и в серединку с края в серединку это довольно удобный способ замеса при помощи шпателя собираем всю муку которая могла остаться на дне миски или на стенках все собираем и все отправляем замес этого теста не обязательно упорствовать замесом это тесто достаточно мягкое легкое она не требует к себе каких-то особенных усилий физических и охотно вот так вот замешивается легко и быстро сейчас самое главное добиться того чтобы растворилась соль чтобы она равномерно разошлась то есть то есть фактически мы месим до того момента пока мы перестаем ощущать соль руками большего нам здесь и не нужно можно тесто подбить вот так вот смотрите какой способ замеса вам удобнее можно подбить можно просто обминками когда мы подбиваем мы действуем рукой как лопаткой взбивальной мы не протыкаем пальцами клейковину мы просто подхватываем пальцами снизу и подбиваем тесто добавлю чуть-чуть оливкового масла чтобы она у меня меньше липло к миске между тестом и миской наливаю масло и сейчас распределю масло руками просто по миске еще раз повторю сильно это тесто месить не нужно его по сути можно несколько раз сложить обмять в серединку очень она мягкая эластичная податливая вы можете прямо сейчас его немножечко вытягивать вот так вот чтобы у него лучше развилась клейковина и сложить к середине этого будет достаточно это уже достаточно хорошая работа с тестом и она развивает клейковину делает тесто упругим и мягким все я замесила тесто она хорошая мягкая но мне нравится оставляю его бродить на 40 минут тесто у меня прошло брожение течение 40 минут сейчас мне его нужно вытянуть и сложить просто вытягиваем вверх и складываем к середине это обминка промежуточная через 40 минут брожения оставляю бродить дальше тесто у меня простояла на брожение еще около получаса я сейчас его еще раз вытяну и сложу можно особо не стараться мы просто по кругу проворачиваем миску и складываем тесто к середине переворачиваем его и я оставлю его еще немножечко постоять еще минут 30 наверное все тесто у меня прошло брожение в общей сложности около полутора часов и сейчас я буду его делить прежде чем делить я смачиваю поверхность водой мне это упростить задачу и на смоченную поверхность я выкладываю тесто смотрите как хорошо выходит она из миски напоминаю что здесь у меня полтора килограмма тесто и мне необходимо сейчас разделить его на куски по 250 граммов каждый кусок это будет отдельная пицца я беру свой шпатель и начинаю отделять куски теста смотрите она совершенно не липнет взвешиваю каждый кусочек и делают 250 граммов плюс минус 245 250 каждый кусочек мы руками легко подворачиваем делаем такой небольшой из него шарик видите как это просто делается просто руками снизу мы подворачиваем этот шарик и можно на столе его чуть-чуть подкатать чуть-чуть плотнее в шар все подкатала и дальше я укладываю все эти заготовки в миску миску я потом вам покажу она у меня смазана маслом и продолжаю делить дальше в итоге у меня получилась вот такая миска в ней шесть заготовок на пиццу они у меня сложены буквально бок к боку я сейчас полью чуть-чуть оливковое масло и сделаю так чтобы масло у меня по затекала между заготовками немножко подделяют друг от друга чтобы масло затекло чтобы они меньше слипались они конечно все равно будут слипаться но мы просто будем видеть границы здесь формовка в том числе и для того чтобы мы потом могли легко взять эту заготовку и сформовать из нее пиццу повторяем несколько раз эту процедуру я все промазала я их отделила сейчас я накрою все это пленкой и поставлю в холодильник и по мере необходимости буду выпекать могу петь через сутки а могу и позднее оставляю накрывая пленочкой сейчас приступим к формовке пиццы смотрите как у меня тесто поднялось она немного прилипла но это не важно сейчас я сниму пленку и мы приступим к формовке смотрите здесь у меня заготовки расплылись и очень сильно поднялись но все равно я вижу следы на самом деле прошло уже двое суток с момента постановки этого теста вчера я пекла часть пиццы и сегодня у меня осталось еще четыре заготовки сегодня у меня гости поэтому я буду продолжать формовать сейчас эту пиццу вчера я не успела снять было некогда а сегодня я вам покажу как же делается формовка у меня сухие руки и сейчас я буду формовать эту пиццу так что мы делаем я буду формовать ее на муке я беру символы ременчата это мука очень хорошо подходит для формовки можете взять манку твердых сортов пшеницы она тоже прекрасны для формовки очень щедро подпыляю поверхность чтобы тесто не прилипало она достаточно влажная и обязательно нужно обработать руки прям щедро обрабатываем руки чтобы тоже не липли берем и отделяем прям не бойтесь прямо отделяйте ту заготовку которую вы видите она конечно прилипла но это не страшно мы ее отделяем помня о том что это как раз на одну пиццу округляя вот так вот руками подворачиваю ее под низ тесто мягкое и начинаю пальцами растягивать я прохожу по периметру то есть прокручиваю заготовку теста в руках чтобы не липла мы ее обмакиваем в муку приподнимаем и снова на весу начинаем ее растягивать можно растягивать вот так на кулаках то есть мы вешаем на два кулака и постепенно начинаем тянуть в стороны нашу заготовку постепенно проходя все по кругу я не пицциола я не умею крутить пиццу поэтому буду растягивать ее таким способом опять же вешаю на кулаки и прохожу круг за кругом постепенно можно в руках это делать то есть мы начинаем от середины и идем края постепенно постепенно растягивая пиццу когда она достигла более менее уже приличных размеров мы можем продолжить делать то же самое на поверхности просто аккуратно растягивая руками можно раскатать но в случае вот такого влажного теста на мой взгляд раскатка нежелательно вам будет неудобно это делать поэтому растягиваем руками не беда если у вас получается не очень ровно это не страшно это домашняя пицца и она но имеет право иметь какие-то недостатки не идеальную форму самое главное это вкус растягиваем стараемся не порвать тесто дырок быть не должно растягиваем до нужного размера до нужной толщины я люблю тонкое тесто поэтому вот так прохожу по кругу и растягиваю все я растянула тесто я заранее сделал соус здесь у меня жареный чеснок домашний томат упаренный а также зелень любая которую вы любите мелко порезанная зелень подровняю заготовку и оставляю ее отдыхать примерно минут на 20 потом буду наносить соус и начинки и за это время я пока сформую все остальные заготовки отставляя в стороночку минут на 20 может быть 30 так пора пиццу нашу печь я беру соус кисточкой распределяем соус по поверхности раскладываем сыр сыр можно использовать любой у меня смесь брынзы и адыгейского потертая можно пармезан можно любой твердый сыр который вы любите можно сыр с плесенью абсолютно любой который вы предпочитаете на вкус беру нарезанные грибы не шампиньоны и заранее порезала также распределяем в любом порядке начинкой абсолютно любая на ваш берем бекон кладем бекон я думаю три полосочки бекона будет достаточно и сверху также бросаю кусочки сыра можете положить свежие помидоры порезать можете положить любую зелень которую вы любите можете положить каперсы начинка совершенно любая которую вы предпочитаете все и сейчас у меня духовка разогревается на 300 градусов если у вас 300 градусов духовка не дает ставите максимально возможную температуру отправляете в духовку на примерно 20 минут может быть 15 смотрите по состоянию вот этого теста как только она становится румяным можно вынимать пицца моя готова сниму из бумаги очень горячая то что я вынула ну а теперь берем нож для пиццы разрезаем и наслаждаемся пока еще очень горячо часа дождусь когда она остынет и будем пробовать